Музыка Здесь подвезли таких веселых ништячков Читаем определение дебильности из Википедии Дебилизм от латинского Дебили слабые, немощные Самая слабая степень умственной отсталости При нерезкой выраженной дебильности Может ребенок ничем внешне не отличаться от сверстников Сохраняется механическая память Эмоциональная волевая сфера Внимание очень трудно привлечь и зафиксировать Запоминание замедленное и непрочно У них преобладает конкретно описательный тип мышления В то время как способность к абстрагированию почти отсутствует Тем не менее, они могут сформировать простейшее обобщение Для них составляет трудность схватывания ситуации целиком Обычно они улавливают только внешнюю сторону событий Сложно воспринимать логические связи между предметами Понятия пространства, время и т.д. Определение дебилы сложно схватывает понятия пространства, время и т.д. Они знают эти слова, они знают эти звуки Логические связи между предметами Они не очень отслеживают То есть человек не очень способен сосредоточить свое внимание на предмете счет Сосчитайте глаза, он считает Раз, два, переходит на уже три, четыре, пять Ну это он глаза начал считать Точно так же он и с пространственным временем Он считал пространственные мерности Раз, два, три Хлоп туда будильник Он не может сосредоточиться Он не понимает статуса этих понятий Ему кажется нормальным добавлять к глазам уши Добавлять к пространственным временем Мерностям время То есть вот такие вот замечательные вещи Они прям имеют отражение Википедия Зачитано Такая забавная вещь Ребята имеют возможно нормальное логичное обоснование Своих представлений Покер СВ Вы сами говорите, что все состоит из депольных моментов Следовательно перемещение вашего тела Это просто перестроение деполей в пространстве Это значит, что воображаемый пингвин в вашей голове Также состоит из деполей И занимает место в пространстве Так, воображаемый пингвин в моей голове Состоит из деполей и занимает место в пространстве Ну, по этой версии Просто эти деполи в разных местах Но они связаны между собой через другие деполи И вы его ментально видите А то, что вы на его уровень не можете переместить свое сознание Но это ваши трудности Как вы докажете, что то, что вы видите Также не разнесено в пространстве, а не как Создайте алгоритм в своей голове Систему отчета, которая будет пропускать Некоторые депольные моменты И вы увидите воображаемого пингвина более реально То есть, ну, нормально такой человек объяснил Что воображаемый пингвин это тоже самый реальный пингвин Только он где-то находится на деполях в голове Ну, тут правда вопрос, что происходит с объектами, которые больше головы Они ничего получается Если пингвин, ты подумал о пингвине, который больше головы Он на деполях головы разнесен дополнительно Где-то есть тайная голова, на которой тайные пингвины находятся Ну, интересно зачитано С нами очень разные люди находятся И они очень по-разному мыслят Шухов На теории притяжения один макромассивный объект Стянул бы себя всю существующую материю, включая фотоны Мир погрузился бы в вечную тьму Самое печальное в невежество и тьму разума У поклонников вселенского засоса Синяки в остатках мозга Зачитала Мир разделился, правда Некоторые люди все прям четко сразу понимают У некоторых процесс бурления происходит Альша 36 У меня в школе тоже разным понятием давалось множество определений Причем от этого оценка зависела Чем больше определений ты знаешь, тем выше будет оценка Ну, это прям, я не знаю, это жесткая какая-то школа Это очень опасная школа Если это, правда, не искаженная информация Если действительно так их в школе заставляли делать То это, ну, это зомбирование Это ребят приучали к нелогичному мышлению Вот, когда вы разных определений накидываете И размываете один смысл в кучу, в поток То вы лишаете возможности ребенка мыслить Если так издевались над ребятишками в школе Ну, это преступление вообще юридически User IK8 Бесконечное пространство, а не луч и оно одно А вы с одной бесконечности делаете две Вы на одной бесконечности прямой выбрали точку И говорите, что обе стороны от этой точки бесконечность И считайте их как две Что-либо одно может двигаться в две стороны Не может двигаться в две стороны одновременно Если вы внутри банки, то вправо от вас, что влево от вас банка А не слева одна банка, еще одна банка Когда вы на луч говорите бесконечный То убирайте начало куда-нибудь в свой бобровый мир Или определение бесконечности не подразумевает начало Ну вот у человека вот это вот происходит Я даже не вижу за что зацепиться, чтобы это комментировать Ну у него бесконечность одна Потому что его кто-то сказал в школе Что бесконечность одна Действительно, это имеет место Что бесконечность, она одна и все Дальше люди становятся неспособными оперировать с бесконечностями Он не понимает, что луч меньше, чем прямая Ты стрижешь объект пополам, да, у тебя была прямая Ты его разрезал, получил два луча Это получается по логике в два раза меньше Но он эту операцию мыслительно уже не может Бесконечность, это нет конца Этот человек просто не может сосредоточиться Если ему надо объяснять еще и такие вещи То тут печалька Вы не сможете побеседовать с человеком, который не понимает смысла слов Ибо определение бесконечности не подразумевает начало Да, вот это он пишет Бесконечности Без конца, а не без начала Бесконечности Нет конца, а не нет начала Это вот прям слово бесконечность говорит о том, что нет конца У человека в голове перевернулось, у него нет начала Ну, хорошо Уйдите вдаль по лучу Дойдите туда, где нет начала И оттуда начинайте двигаться к концу Может это вам как-то облегчит задачу Сосредоточение Вот если вот правда вот эти азы не давать в школе Получаем вот такую вот категорию людей Которым элементарное понятие трудно воспринять Луч имеет начало, но не имеет конца Ее можно продолжить только в одну сторону Прямая не имеет ни начала, ни конца Ее можно продолжить в обе стороны Ну, то есть К нам приходят люди, которые спорят с учебником Тут понимаешь, проблема в том, что Кроме вот этих определений Там же много определений, которые противоречат Сами себе, предыдущим определениям Там такая пачка вот насчет пространства Насчет объемности написана Ну, если у нас точка имеет диаметр 0 Габариты 0, да? Ну, из точек может состоять отрезок Это 0 плюс 0 плюс 0 равно единица То есть мы имеем противоречие на всех уровнях На фундаментальных Получается путаница Люди действительно теряются в этом Юзер ТВ Виктор ошибается Никакого взаимодействия между телами нет Планеты, атомы удерживаются на орбите Яблоко падает на Землю безо всякого взаимодействия В мире есть только пространство и материя А вот по какой причине яблоко падает на Землю Планеты удержаться на орбитах легко Это объяснить в публичной беседе У Виктора на канале Вот у человека без взаимодействия Происходят физические процессы Ну, это какой-нибудь там цифровой мир Или еще какая-нибудь там волшебность Ну, Иван, если сочтешь возможным Приглашай человека Порадуем общественность так сказать Ну, хотя предсказуемо это все Мегагреб Самое простое понятное объяснение Про то, что все тела отталкиваются Потому что массы Это одноименные заряды А одноименные заряды отталкиваются Это в школе рассказывают Но эти товарищи, которые нам не товарищи Забыли про это И искренне недоумевают И тупят Вот это действительно простое объяснение Мы его приводили Но им по барабану Они, ну Одни сосредоточиться-то не могут У нас этот кандидат Англоматематических наук Азеринский Вот все бормочет, бормочет Выпускает ролики Ему показываешь, где неверно А он не понимает смысла, что ты говоришь Он говорит А меня учили так Возьмем формулу такую Поделим ее так-то Умножим Разнесем так-то Он не понимает Он просто может повторять зазубренное Он не понимает смысла Это проблема мышления Люди не могут сосредоточиться Не понимают смысла слов Тем более там Ну вот это вот Очень наглядный пример Когда он положение И состояние не различает У него это липкие слова Об одном и том же Светлые образа Он не отличает слова Он не понимает смысл слов Дядя Витя Запусти хоть стрим Хоть раз Люди просят стрим Иван Я пытался Но я могу его сделать Только с вот этого ноутбука Который мой Людям не важно С какого ноутбука Давай попробуем Строим как-нибудь Ну Иван Обещает Что постарается сделать Передает Подождите Посмотрим Я за Люди в комментариях спрашивают Чем можно заменить Комплексные числа Вот представьте Вы отражаете Количество вложений И называете это Пространственными мерностями Вам же не обязательно Количество вложений Назвать Пространственными мерностями Вот вы взяли книгу В ней 100 страниц Да Вы можете Бредить Что это 100 мерностей Пространственных Да А можете просто сказать Количество вложений В одном случае Вы уже не врете Да Вы просто скажете Это количество вложений И мы не врем Что это мерности пространства То есть просто Надо перестать Бредить Дальше Если вы Даете Комплексные числа Вам надо Перестать Бредить О том Что вы даете Если вы взяли Гибрид Операции числа То просто честно Скажите студентам Что это не какое-то число Это просто Химера Химера Ну гибрид Операции числа Ну или назовите это Мутатень Из числа И операции Либо назовите это Проговорите это В научных терминах Вы же Сочиняете бред Вы заставляете Людей Поверить Что гибрид Операции числа Является числом Но вот Суп и гравий Является супом Суп с гравием Не является супом Это кесемесия Понимаете Это отдельный термин Так вот Число Это выражение Количества Выражение количества Не может быть Отрицательным В том числе Да Ну просто Перестать бредить И все В определении Ну если это можно Назвать определением Б у них Это мнимая единица Символ квадрат Который Равен минус единице Вот Это сопровождение Заклинания Вот они взяли Эту форму Если вы это берете Вы создаете Некий фантом Пожалуйста Пользуйте его Называйте Но не называйте Это числом И не заносите Это в науку Скажите Вот у нас есть Мумба-юмовское Заклинание Которое мы По безмузности Используем Мы не можем Объяснить Что это за заклинание Мы его привыкли Вот И все Мы пользуем Ну вот как это Лаптем удобно Кому-то играть На гитаре Но это не значит Что лапт перестал Быть обувью Что он стал Медиатором В этот момент Как им начали играть Вот То же самое здесь В рамках логики Все понятия Четко определены Если вы путаетесь Выйдите пожалуйста Из науки Из математики Пишите художественную литературу Если вы пишете Не художественную литературу Пожалуйста Пользуйтесь научным методом Все грамотно Опишите Все Это просто Знаете откуда появились Комплексные числа Они расширили Поле вещественных чисел До комплексных Вот Вот это вот Вот это вот Точно лженаука Это Уровень бреда К плюс Это корень треугольный Это Прогресс В сторону регресса Ну Вот все Расширения чисел Это У нас бред Вот есть Определение числа Число Это выражение Количество Что такое количество Это то Общее в предметах Что отвечает на вопрос Сколько Вот у нас Есть Шарики Сколько Раз Два Да мы можем посчитать Мы можем Раздробить шарики Считать дроби Это Общее в предметах Отвечающее на вопрос Сколько Если вы Отказываетесь От определения Да То вы Сразу Проходите К дурам Вы Балбес Который Забыл Научный метод Который Не является Ни ученым Ни преподавателем Это просто Мошенник Так вот Количество У нас Согласно Определению И согласно Вообще Природы Не может быть Отрицательным У нас Не может быть Минус одного Шарика У нас Всегда Все шарики Положительные Все предметы Положительные Все это Минус одного Шарика Не может быть Минус трех Не может быть Все расширения Шариков До минуснутости Являются Долбо Ернизмом Слабоумием Безграмотностью Их придумали Вот эти люди Которых мы Классифицировали Как дебилы Согласно Обычному Определению Которые не понимают Смысл слов Вот все расширения Чисел Это безграмотность У нас есть только Числа Выражающие Количество Остальное Все поэзия Не имеющая Отношения 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 Катюш Катюш Субтитры подогнал «Симон»!